Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Тень Цусимы и начнём мы с прокачки Катаны Сакай уже до шестого уровня из семи. Один остаётся. Золото много надо, стали, железо, всего. А припасов у нас хватает, кстати. Давайте-ка вот этот квестик выполним. Плоть и камень. Давно я не навещал мастера Идзо, а говорят, монголы разбили многие его статуи. Я положу конец этим бесчинствам. Опять статуи? О, это тёплый источник. В бамбуковой роще. Размышления. О предательстве Ирюдзо. Мы с тобой вместе выросли, а ты меня предал. Сколько это ещё продлится, Ирюдзо? Завидовал очень сильно. Когда монголам надоест слушать твои оправдания. Не мог смириться с тем, что он слабее. Там человек. Не подходи! А! Простите. Я думал, это они. Это статуя работа мастера Идзо. Мало было монголам убить моего отца. Они ещё и осквернили его наследие. Ты сын мастера Идзо. Я опечален вестью о его смерти. Ему не было равных. Это была его лучшая статуя. Будь у меня инструменты, я бы всё исправил. Но убийцы и дом наш захватили. Ты получишь инструменты и восстановишь статуи. Классика. Почтим память твоего отца. Благодарю, господин. Наш дом дальше по горной дороге. А если вы отомстите за отца... Отомщу. Плоть и камень. Так кто его отец и не понял? Мастер Идзо. Хватит уже этой плохой погоды. Давайте пойдём под солнцем. Конечно, фишка с флейтой. Просто великолепно. Как плавно меняется погода здесь. Это нечто. А у нас закат что ли? Ладно. Дом мастера Идзо. Тен, нига? Здесь должны быть инструменты. Блин, заметили уже. Убийство через сзади. Орда, хердык. Крдык. Я может чёрт, но рота. Крдык это убили, наверное. Как я ушёл, хорошо. Задолбали дудеть, блин. Я тебе не интересен? Там ещё кто-то остался, смотрите. Кто-то работает в мастерской. Ты, скотина, выезжал. Мастер Идзо. Мастер Идзо. Он жив. Вот как? А почему сын про это не знает? С чего он решил, что его отца убили вообще? Что тут происходит? Статуя вождя монголов. Мастер Идзо. Я рад, что вы живы. Ваш сын думает, что вас убили монголы. А, бедный мальчик. Идёмте к нему. Нет. Я жив, потому что монгольский военачальник восхищён моим трудом. Монголы уродуют ваши статуи. Уничтожают ваше наследие. Он велел сделать статую для самого Хубилай Хана. Как отказать? Берите инструменты. Уходим. А которую статую разбили? Статую Бусацо. Она сделана в честь рождения сына. Не лучшая моя работа. Он не согласен. Мамору хороший сын. Но он ничего не понимает в искусстве. Почему статуя для Хубилай Хана для вас важнее семьи? И важнее своего народа? Семьи, народы. Всё это не вечно. Но нежные пальцы богини Канон. Ярость каменного воина, занёсшего меч. Это навсегда. Но разве нужно отказываться от семьи? Блин, не могу не сказать, что это такое? Рука полая внутри, как будто она из гипса отлитая, что ли? Я так понимаю, тут всё из камня высекается. Или как? Это из отдельных камней потом как-то скрепляется? Хубрай не станет служить двум господам. И художник тоже. У вас скверный взгляд на жизнь. Мир полон печали. Я люблю сына, но служу искусству. Сюда. Ну, своя правда, да у него. Это что-то типа врача, который всех лечит. Без разницы. Побежишь за мной, как холоп. А, у него конь есть. Прячьтесь. Сидите тихо. Я здесь. Тихо. Ох, там немало. Давай, второй ещё. Блин. Почему ультраудар не работает? Вот, я нажимаю. R плюс кнопку. Сраный лучник, блин. Мы не опоздали. Не жаль. Ну, я, наверное, ничего не мог сделать. Начинали с того, что отец мёртв помочь сыну. В итоге, наоборот, получилось. Плоть и камень. Ну, что ж, пускай плачет. Но мы пойдём дальше. Знаете, послабее все-таки квестики пошли, да, во второй главе. Ну, невозможно было на том уровне держаться. Мост госпожи Сёдзе, вот это вот древяное сооружение на скорую руку, это в честь госпожи сделано? Серьёзно? Это странно, такие вещи называть в честь кого-то. А вот здесь, на краю Тойотамы, притаился квестик. Богач не знает нужды. Одном из лагерей беженцев стало совсем неспокойное. Люди грызутся между собой. Я не виню их, но не могу допустить раздора. Если мы не будем держаться вместе, монголы победят. Вы знаете, что случилось? Говорите! Мы ничего не знаем. Мне нужны ответы. Не смейте нам угрожать! Он с мечом там сверху. Господин, может у вас получится их вразумить? Говори, в чём дело. Господин, я Сабура. Я уважаемый торговец из Умоги. Нужно моё уважение? Заслужи. Что тебе сделали эти люди? Моя семья пропала. А эти люди что-то скрывают. Произошло нечто скверное. Зачем ты привёл сюда родных? Я договорился с людьми о переправе с острова. Отсюда мы хотели плыть на Ики. Это невозможно. На море сейчас монгольский флот. С монголами договорился. Я заплатил контрабандистам, чтобы нас провезли. Они проходимцы, но помогли нескольким семьям бежать с острова. Ты уверен, что помогли? Моя жена Аки была в ужасе. Маленький дзиотара всё время плакал. Я должен был что-то сделать! И проходимцы исчезли вместе с твоей семьёй. И эти люди что-то знают. Я выясню, что случилось. Хорошая завязка. Стой молча. Да, господин. Но вы не слишком их жалейте. Столько всяких возможностей может быть. Да, ситуация у них тяжёлая, конечно. Но полагаться на каких-то там контрабандистов высока вероятность, что они просто деньги возьмут или чем-то оплачивают. Все, идите сюда! И продадут в рабство людей. Мне нужно с вами поговорить! Или просто зарежут, за борт кинут. Этот человек утверждает, что его семья недавно была здесь. Вы их видели? Нет? Не видели? Молчат. А контрабандистов, которые бы обещали увезти вас в Цусимы? Мой господин. Думаю, я их видел. Женщина и маленький ребёнок с игрушкой. Куда они ушли? Этого я не видел. Я таких точно не видела. Я хочу услышать каждого. Так, ну что ж. Устроим допрос. Поиграем в полицейского. В частного детектива, скорее. Может и были. Вчера тут играл чей-то маленький мальчик. Никаких детей не видел. Какой-то он странный. Никаких детей не видел. Как-то мог не видеть, если другие видели. Я только вчера пришёл, клянусь. Ну, то есть, это такой довольно светлый жилаги. Эй! Стой! Я ничего не знаю! Господин, пощадите! Ланкуна, я не буду кидать. Куда ты бежишь, глупец! Это был не я! Ну, зараза, быстро бежит! Какие красные цветы! Это маки, что ли? Прекрасные. Ну, давай! Ты же самурай! Бегай! Беги! Простите, господин! Не убивайте! Ну, говори. Приходили контрабандисты. Они увели жену и ребёнка этого торговца. Я пошёл за ними, но меня поймали. Велели молчать, иначе перевежут горло. И ты можешь уже не бояться. Куда они увели женщину и ребёнка? На запад. Там, на берегу, сторожевая башня. Думаю, к ней и подходит корабль. Понятно. Глупец. Следующий квест. Не, это другой квест, он просто рядом находится. Ну что ж, пойдём посмотрим. Попытаемся поймать этих контрабандистов. То есть, им надо именно женщины и дети. Для продажи. Не буду говорить, куда. Да, мужика они тоже могли в рабство взять. Не знаю, почему они побрезгивали им. Видимо, особые рабы нужны какие-то. Какое убогое местечко. Трупы. Трупы. Не следа жены и ребёнка собора. Как ты уже понял это? Скорее всего, уже дальше переправили. Это шляпы соломенные, смотрите. Что вы умеете? Они опасны, кстати, ребята. Умеют фехтовать. Вот так вот. Третий человек, колокол. Последняя стрела. Честь для тебя. Ничего. Ульту почти собрали, кстати. Ну что, оставшихся позвать? Меня ищите? Не будем тянуть время. Ну, а как вниз-то? Блин. Досоковато это, ну ладно. Это он. Но не очень хорошо практиковаться. Нихтайминги такие быстрые. Вот когда он так берёт меч, то можно с сильным ударом пробивать. Одни из самых прикольных врагов, кстати. Если не самые. И когда их много, они доставляют неприятности. Зараза. Мы немножко, наверное, диалог там подрезали, да? Ну ладно. Зато красиво получилось. Стоит ли ждать надежды, да? Ну, то есть они обманывали людей. Говорили, что вывозят. На самом деле, и деньги брали, и грабили. Ещё, возможно, в рабство продавали. Ублюдки. До чего дошли соломенные шляпы? Куже монголов. Всё будет хорошо. Вы нас спасли! Всё хорошо. Не понимаю. Они сказали, что нас будет ждать корабль. Конечно. Выбраться с острова нельзя. Они бы просто забрали деньги и убили вас. С вами была женщина с маленьким мальчиком? Нет. Мы одни. Вступайте. Вот этот квестик мне очень нравится. Последние немножко. Женые, ребёнок Сабора могут быть ещё здесь. Немножко слабее были, а это хорош. Было бы обалденно, чтобы их уже отвезли в какое-нибудь увеселительное заведение, знаете? И мы бы туда поехали, увидели эти ужасы. Ну, или хотя бы послушали бы. И оттуда бы их спасли. Это было бы вот вообще мишенка. Какие тут красивые деревья наломанные, да? Непростой формы. Ух ты! Это всё люди, которые им платили, да? То есть банально убивали, очень просто действовали. Можно было и больше из них выжимать. Ну, так, видимо, безопаснее. Женщина и мальчик. Их убили недавно. Всё-таки вот так вот прошло. Может, Сабора её узнает. Я надеюсь, что это не они. Он должен знать. Это с двух сторон будет грустно. С одной, конечно, что их убили, банально. А с другой стороны, что довольно простенько, как вы закончили. Господин, вы нашли мою семью? Сейчас узнаем. Я нашёл это. Игрушка Дзётора? Я не понимаю. Всё. Эти люди тебя обманули. Не было кораблей. Нет. В Умоге я большой человек. Мне они солгут. Солгали. Твоих родных убили. Я казнил тех, кто виновен. Но их вы не спасли. И какой же вы самурай! Вы все! Вы предали нас! Вы виноваты! Вы виноваты! Собро! Мы должны быть едины. Лучше возьми оставшиеся деньги и помоги людям сражаться. Но сперва похоронить семью. Он там так сказал, как будто самураи, это вот рыцари, которые должны всем помогать. Самураи, в первую очередь, это хозяева. И люди для них это вещи. Когда им выгодно, они могут спасти вещь, но не более того. Насколько я понял. Но везде, вот в источниках про Японию, именно так говорится. Там жуткое расслоение общества. И обычные люди, крестьяне, там, ремесленные, да кто угодно. Кто под самурами ходит, это все. Просто вещи. Так, тут основной квест. А, он, видимо, пока недоступен. Ну вот, пойдем выполнять историю Масако. Пять из девяти. Тут три квеста сразу доступны. Пятый. По идее, тут раньше. Госпожа Масако отправилась в бухту Умуги на поиски остальных заговорщиков. Бухта Умуги. Логово контрабандистов, ронинов и воров. Лучшего места для предателя не найти. Да-да-да, и тут как раз мы этих вырезали, ребят. Опасные места. Молодец. А что это у нас? Горячий источник прекрасный. Источник маховой постели. Мой путь. Народ ждет от самураев защиты. Ждет, что мы будем всегда помнить о чести. И в бою, и в жизни. Я не могу их подвести. Не, наверное, так и было действительно. Поджечь и все. Ну, в деревянные дома, они горят только так. Так, запись. Правдивые истории из Хиоси. Каждую ночь мне снится один и тот же сон. Я приношу пищу к Додзю Сенсей Исикавы. Но его самого там нет. Я вижу засохшую кровь на полу. Во сне я откуда-то знаю, что его убил демон из бамбуковой рощи. Я иду туда, чтобы выследить демона. Хотя знаю, что это опасно. Вижу просвет между деревьев. И внезапно оказываюсь у нашего водопада в Хиоси. Но водопад красен от крови. Тогда я просыпаюсь. Стой, Ронин. Зачем пришел? Я не Ронин. Мое имя Дзин Сакай. Самурай? Госпожа Санзо захочет вас видеть. В бухте Умуги она главная. Прошу за мной. Сюда, господин. Вам надо поговорить с госпожой. Это основной квест? Ну ладно тогда. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео. И всего вам хорошего. Хай!